Я в копилочку свою всё это складывала, что делают микросферы. И дальше происходят две лекции, совсем недавно, вот во время пандемии. И мне было время, когда смотреть эти лекции. Вот я как раз вас пересмотрела кучу, Фролова пересмотрела кучу, ну, всех продвинутых, короче, было время. Были такие продвинутые лекции совсем на продвинутом уровне, ну, как говорят, оттуда читают, да? Была лекция о мозге. Они говорят о том, что вы не знаете ещё об этом, но человечество об этом скоро узнает, что очень важна шишковидная железа. Вы не придаёте ей того значения, какого она заслуживает. Шишковидная железа нуждается в свете. И если она получает достаточно, ну, в чём свет пикселей, в чём он измеряется, если он получает шишковидное достаточно, то тогда мозг начинает вырабатывать вазопрессин. Я уже всё это запомнила, хотя это для меня всё казуистика полная. Гормон такой. Так вот, этот гормон отвечает за жидкую клетку. А для того, чтобы вазопрессин появился, нужен свет для шишковидной железы. А если клетка жидкая, они говорят, то тогда вы становитесь проводником тонких вибраций, любви. То, для чего все занимаются практикой. Для чего монахи уходят в пещеры и так далее и тому подобное. Просветлеть. Совершенно верно. Вы становитесь проводниками вот этой тонкой вибрации. А если вы становитесь проводниками тонкой вибрации, эта тонкая вибрация выталкивает вибрации низкие. У вас начинает работать вилочковая железа. А вы знаете, что это такое. Она как шагреневая кожа, что? Сохнет. И когда она совсем засыхает, смерть. Вот. А она расправляется так же, как всё сальное. Я пошла делать томограмму всего лишь через полгода пользования подушкой. Потому что у меня был микроинсульт. И я волновалась. Как бы плохо ни было. Мне сделала подруга полгода пользования подушкой. Она говорит, у тебя мозг как у грудного ребёнка. Я говорю, что это такое? Она говорит, пухлые все, визвелины. Все занимают черепную коробку. Говорит, я такого не видела. Только у детей маленьких, только что родившихся. И я поняла, когда я эту лекцию прослушала, вот что произошло с моим мозгом. И происходит со всеми, кто на этом спит. То есть жидкая клетка становится, она, естественно, расправляется, и расправляется всё. И я увидела это, когда мне начали молодеть руки. Они начали молодеть отсюда, как перчатка. Потом сюда, может быть, вы это объясните, потому что я не знаю, почему так. Улучшается кровообращение. С кончиков пальцев. Иннервация шейного отдела восстанавливается. Да. И дальше пошло по рукам, вот, и начало молодеть. Вот эта черепашья, вот эта кожа страшная такая, она вся слезала прямо с меня. Это было наблюдать удовольствие необыкновенное. Но это уже позже. То есть, когда я начала серьёзно пользоваться, когда я начала. А теперь мне помог ковид. Я болела трижды. Я заболела в январе 31 декабря, когда только началось, и у нас ещё не объявляли ковид. Китай, когда только, Китай, когда объявляли, это был 19-й год. Китай сказали, у нас не говорили, у нас сказали в марте. И посадили нас на ковид. Я заболела 31-го. Я была в офисе, приём вела. Пришла домой, температура повысилась. Три дня высоченная температура, часа кашель. Короче, месяц я болела. Но я уже болею всегда в микросферах. И болею не просто только на матрасе, а я накрываюсь, одеваю шапку, привязываю, что я кашляю, сюда, вот эту штуку. Понимаете? Чтобы был непосредственный контакт круглые сутки. Почему я объясню, почему круглые сутки. И лежу. И весь процесс вот этот, который должен был проходить с осложнениями, с ситуацией, да, там, понижением, там, и всего остального прочего. Мы же тогда этого ничего не знали. Как он протекал, когда я ничего не знала? Температура, само собой, прошла. Кашель был. Постепенно затихал. И затих. Слабость была. Страшная была слабость. А я человек, который не болеет. Я никогда такой слабости не ощущала, как ощущала в ковид. Это что-то нереальное. Вот. У меня было ощущение, что, ну, почти смерти. Вот такое ощущение было. Дальше. Ровно месяц, ровно, вы не поверите. Вот 31-го по 30-е. Вот так. Раз. И у меня ни кашля, ни слабостей, ничего. Полная бодрость, полная активность. И я пошла на работу. Перезагрузка. Да. Да. Вот мы с вами гораздо глубже это понимаем. А я же ничего этого не знала. И никто еще ничего этого не знал. Дальше происходит вот это. Вот нас сажают и так далее и тому подобное. Происходит удивительная вещь. Понимаете, это нужно распространять срочно. Почему? Я вам объясню, какую цепочку я увидел. Но я психолог, я привыкла анализировать события, знаки и так далее. Я работаю 15 лет. У меня прекрасный офис на Бережковской, рядом с Киевским вокзалом. Я обыкновенно красивый. Я его обожаю. Я делаю процедуры. Я людей, люди корректируются. Это такое счастье. Я каждый раз накрываю человека и думаю, боже, спасибо тебе за такую миссию. Какой же я счастливый человек. Я ставлю музыку, мантры, зажигаю свечи, арома эти. И они лежат в этом. И через несколько сеансов они прекрасно себя чувствуют. Ну, как несчастливее человека. И вдруг пандемия. Ко мне никто не имеет права прийти. Я не могу платить. Я не зарабатываю бешеных денег. Я зарабатываю только, чтобы заплатить себе жить. Я прихожу, закрываю спокойно при этом. И говорю, значит, Всевышний, тебе это надо. Закрываю офис, сдаю. Через месяц я потерпела. Вижу, что это бесконечно. И начинается следующее. Меня выводит, чтобы я как можно большему количеству людей это рассказала. Потому что, сидя там в кабинете, об этом, ну, единицы знают. Три-пять старушечек, которые ко мне приходят. Таким образом получается, что я, когда сажусь, начинается еще. Ковид продолжается. И я заражаюсь. Мне обидно невозможно. Но я открыто. Я без маски ходила. Я абсолютно открыто ходила. У меня такой. Я как бы антиковидник. Тех, которые хату собирались. Вот. Я смеялась, но, тем не менее, как бы не подчинялась этому ничему. Я заболеваю пять. Ну, у меня все знакомые кричат. Вот твое упорство и туда-сюда. Я заболеваю вторым видом. Второй вид протекает иначе. Совершенно, чем первый вид. Я ложусь опять все полностью. И тут уже констатируют. Эти палки мне суют в нос для того, чтобы определить очень неприятную процедуру. Дальше протекает все легче. Не месяц. А протекает 10 дней. С кашлем. С температурой уже 37 с чем-то. С поражением легких. Я уже знаю, насколько были они поражены. 25%. Ситуация не опускалась ниже 94. То есть норма держалась. А первый раз у меня еще нога отказала. Первый раз. Это я потом отдельно скажу. Отказала нога. Тромбирование произошло? Позвоночник. Дикая боль в позвоночнике. Крестовом отделе отказала нога. Я не могла понять вообще, чтобы... Кашляю еще и нога отказала. И я еще смеялась. Анекдот вспомнила. Когда повязка. А что у тебя повязка на ноге? А голова болит. Вот это у меня то же самое. Абсолютно не связанные вещи. И вот получается, тут у меня, таким образом, через 10 дней я здорова, я иду в поликлинику, у меня ситуация 99, и мне говорит врач, вы чемпион. Я говорю, а что такое? Да такой не бывает ситуации, тем более после ковида. Ну, потом дальше все остальное, все нормально. Кровь нормально, давление нормально, все идеально. Хорошо, прекрасно. Я болею третий раз, вот этой осенью. Уже видно омикрон. То есть я прошла через все виды. И я заболеваю, и заболеваю совсем по-другому. Трансформация шла еще глубже. То есть у меня кости. Боль такая в костях, что я не могу вам передать. Я не сидеть, не стоять. Суставы болели или кости? Все кости. Все, позвоночник, тазобедренные, колени, боль под коленом, стопа, шея, руки, все. У меня такое чувство, что шло изменение такое серьезное. Я думаю, боже, да что ж я за продвинутый человек. И у меня микросферы. Я вся в микросферах лежу. Что же это за боль? Я не выдержала. Я вызвала скорую. И удивительным образом опять такие приехали ангелы. Не пьяные, не пьяные, трезвые. Но уехали с подушками. Я им подарила подушки. Они сидели со мной долго. Я говорю, сделайте мне. Ну, боль невыносимая. Они мне кололи вот этот гормон, с чем-то там кололи. И научили мне, что колоть нужно в противоположные стороны. Я сама себе умею колоть. Я говорю, вы мне только скажите, что купить, чтобы я там колола. Вот. И они сидели, ждали, когда обезболят. Ну, что вы думаете? Нифига. Они сказали, вот только, пожалуйста, мы когда уедем, мол, это не больше двух раз. Это нельзя. Но у меня такая боль, что я не могу. Я девять раз, девять дней колола. А боли не меньше. Тогда я уже не выдержала, я костоправо вызвала. Но я думаю, ну, наверное, у меня поток как-то не так идет. В кости мне нужно выправить. В конце концов, позвоночник до конца. Вот. Двухметровый парень пришел. Вот так в дверь заходил. И я такая вот, скелетик. Вот он меня на пол положил. И, значит, начал меня это все. Все, представьте, в моем состоянии он еще крутит все. Он ушел, у меня такое обострение. Я думаю, мама моя родная, что же я сделала? Дурнее нет человека на свете. Вот. Но мне плохо. Чуть легче стало, через день не достать. Я думаю, я звоню ему. Второй раз звоню. Он второй раз приходит. Опять обострение. Опять. Он говорит, Света, нужно третье. Я говорю, иди отсюда. Я говорю, больше этого не выдержу. Я его выгнала, потому что я больше не могла. Второй раз все равно выдержала. Что вы думаете? Постепенно начала отпускать. Но, что интересно, голова была. Помимо костей, мозг. А у меня мозг как часы работает. Я вообще, у меня даже выпивка не действует. То есть я монстр. А у меня дурная голова. Вы понимаете? Как склеротик. Я думаю, этого еще не хватало. Вот это омикрончик. Мало того, что он мне по костям, он еще дурочкой меня делает. Я шапку, очки, горло. Все замотала. Лежу в этом во всем. Вот. Через три дня отпустила. Ум вернулся. Все нормально. Вот. И потом, когда уже боли отошли, отпустили сильные, что происходило? Отекало то колено. То вот здесь отекало. То голеностоп отекал. То есть постсиндром этого процесса, он все равно был. То есть что там происходило, это, ну, не знаю, это невозможно объяснить, но я констатирую факт. После этого у меня на телевидении я не смогла выступить, потому что, ну, я говорю, ну, я никакая. Они отложили. Отложили, я говорю, ну, вот сейчас могу. Что вы думаете? Я прихожу, а там все вот так. Я говорю, что такое? Они говорят, да ты моложе. Я говорю, явно просто бессовестно моложе. А я говорю, да вы что, я только с ковито. Вы даже представить себе не можете, как я болела. Какой ад был. Третий еще хуже всех, которые были до этого. Они говорят, Свет, это реально. То есть, получается, меня насильно как бы, ну, заставили лежать, только рот торчал. Понимаете? И произошла трансформация вплоть до омоложения. Если бы я еще подольше полежала, ну, видно, у меня вот это не опухали бы колени и так далее. Просто мне нужно было бы выдержать, еще подольше полежать. Дальше у меня сложилось это все в такую теорию одну целостную. Ну, вот я рассказала о своей жизни, собственно, о своем опыте, что я считаю очень этичным. То есть, у меня очень много опытов других людей. Но о себе я буквально раздеваюсь до гола, рассказываю. Потому что считаю это своим долгом буквально перед человечеством. Невозможно, чтобы об этом изобретении наших ученых СССР не узнало человечество. Потому что это спасение в 21 веке. Хотя изобретено было в 20 веке. Так вот, теперь немножечко об этих изделиях.